Все символично. Мы видим, что Спаситель в полный рост, он окружен водами. Это символ, что он берет на себя грехи всего человечества. В этот момент является Святая Троица. В преддверии праздника Крещения Господня участники проекта «Активное долголетие» побывали на экскурсии в Георгиевском соборе. Им рассказали о правилах причастия, о различных иконах, их значении, о крещенских традициях, в частности, как подготовиться к святому празднику. Христос говорил, вначале покайтесь, а потом, значит, вы креститесь. То есть сначала нужно покаяться, исправить свои грехи, а потом уже будет благодать Божия. Мария Прасовская ходит в храм регулярно. На подобные экскурсии впервые. Говорит, такие события меняют мировоззрение. Спорт спортом, пение пением, конечно. Ну а духовное, когда ты заглядываешь себе вовнутрь, в душу и думаешь, что ты прожил, что тебе еще осталось, а чего ты удовольствие получаешь в этой жизни. Вот уныние – это один из смертных грехов. А я была в какой-то период депрессии, пока не пошла в долголетие. Эта неделя, безусловно, важная для всего христианского народа. И все мероприятия этой недели, они были направлены на такие просветительские и действительно важные духовные мероприятия, потому что укрепление нашего духа – это одно из самых ключевых направлений, той энергетики, того обмена, который мы получаем благодаря этому проекту. Благодаря проекту активисты узнали много интересных фактов и о самом соборе. Например, о том, что здание состоит из трех ярусов, нижний полностью из камня. Здесь проходят службы, работает воскресная школа, на втором ярусе – центральный храм. Он у нас относится к эпохе Золотого века русской культуры. Это XIV век, начало XV века. Эти иконы лучшими образцами для них являются Андрей Рублев, Феофан Грек, Сергий Радонежский в это время жил. И мы видим древнерусский иконостас. Закончилась встреча чайпитиям и дружеской беседой. Участники активного долголетия признались – познавательная экскурсия открыла новые горизонты. Мне 60 исполнилось, и я полностью занялась тем, о чем я мечтала всю жизнь – рисовать, петь, ходить в храм. Короче, жизнь продолжается.